Жил-был в подмосковном городе Раменское добрый молодец. Звали его Ян и слыл он гражданским активистом. И было у него два железных коня. До тех пор, пока не пришли к нему во двор злодеи с бензином и спичками. Нашли они как раз вот с этой стороны. Бегая. Там вообще как будто сверху. Вон камера стоит, видите, наверху. Весь пожар от поджога до тушения запечатлела камера видеонаблюдения. Да и сам Ян догадывался, кому это было нужно. Но полиция особого рвения почему-то не проявляла. В момент тушения пожара пришел полицейский, постоял издалека. Все это как бы запечатлел глазами своими, без какой-либо фиксации. Вот, опросил и ушел. По какому-то волшебному совпадению, буквально накануне пожара, добрый молодец из Раменского вступил в неравный бой с силами местного жилищно-коммунального хозяйства. На территорию въехали. На главного инженера поставили место. И что? Ничего, просто отъехайся. Давай, отходи отсюда. Нет, ты что, охренел, что ли? Отходи. Ты вообще охренел, что ли? Руки убери от меня свои! Я пришел просто оплатить квартиру. Когда меня толкнули, да, я немного уже возбужден стал, потому что, ну, блин, реально незаконно заняли общегражданскую собственность, и понятно, на каком основании. Случайно снятое видео он выложил в интернет, и запись наделала много шуму. И кажется, этот случай для кого-то стал последней каплей. Ведь Котелевский давно и настойчиво сует свой любопытный нос в коммунальные дела города. Технологии у нас вообще не соблюдаются. Делается, ну, там, в смете написано 300 камазов земли. У нас привозят три камаза земли, и то утилизированные, которые со стеклом, с покрышками сбиты, и размазывают такие. И мы, говорит, привезли 300 камазов земли. Котелевский утверждает, что коммунальщикам покровительствует городская администрация. Поэтому и правоохранительные органы на нарушения в сфере ЖКХ не реагируют. Мы неоднократно просили, требовали, полицию узнавали, какие здесь работы проводятся. Никто нам ничего не говорил. Заявление подавали, никто работу не останавливал. Они так продолжали пилить наши деревья, задним числом оформлять спил деревьев, уголовная статья, между прочим. И до сих пор полиция, про которую тоже ничего не сделали. После того ночного пожара Котелевский недолго оставался пешеходом. В благодарность за его видеоразоблачение интернет-сообщество скинулось и купило ему вот эту машину. Люди прям реально, я в шоке был. Особенно друзья, все там сразу кинули видео, там, давайте поможем. У меня хулов нет. Теперь, чувствуя такую поддержку, он обещает и дальше разоблачать нерадивых коммунальщиков и чиновников, несмотря на поступающие угрозы. Последнее сообщение, ну, предупреждение мне пришло, что, в принципе, убивать они меня пока не хотят, но вот покалечить очень хотят, если я не успокоюсь дальше. Он и не собирается успокаиваться и говорит, что не боится физической расправы, потому что верит, что сказка возможна и в его родном Раменском, и что добро обязательно победит зло. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Сотрудников полиции.